Две недели назад наша съемочная группа наблюдала, как неизвестные выгружают строительный мусор на улице Нестерова. Местные жители района, расположенного под пригорком, уже пострадали от летящих со стихийной свалки стройматериалов и колес. В наш дом влетело огромнейшее колесо. Чудом просто ничего не пострадало и никто не пострадал. Просто отлетел кусок дома. Если бы влетело в окно, я не могу себе представить, что бы было. Там у нас во дворе гуляют маленькие дети. Не дай бог. О существовании свалки мы сообщали в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Профильные органы начинали административное расследование. Но кто нарушитель так и не установили. Местные жители обратились к нам снова. Свалка угрожает здоровью и жизни людей, проживающих ниже под этим пригорком. И хоть строители сделали вот такие укрепления, мусор продолжает лететь вниз. Благо, его сюда уже не везут. Администрация, расположенного рядом со свалкой автосервиса, установила бетонные блоки. Тупики. Проезд строителям закрыт. Им адресована эта так называемая записка. Мол, за нарушение штраф в 100 тысяч рублей. Однако, испорченный свалкой пейзаж и все тот же неприятный запах в районе улицы Нестерова остались. Изменится ли картина в этом районе или по-прежнему панорама будет украшена стихийной свалкой строительного мусора? В ближайшее время прокомментировать ситуацию нам пообещали в профильном министерстве. Мэри Бадунс, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.